Всем здравствуйте! Рада вновь вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад, который называется «У моей жизни ничего не происходит. Что с этим делать?» На первый взгляд, такой достаточно странноватый запрос. Почему? Потому что, казалось бы, с одной стороны, мы хотим спокойствия, а с другой стороны, когда в нашей жизни наступает это спокойствие, людям особенно активным, по жизни чего-то не хватает, либо есть какое-то такое не совсем приятное ощущение того, какой-то, знаете, дискомфорт, когда что-то слишком пресно стало, слишком скучно, ничего не происходит. В чем дело? Что-то нужно? Это когда мы привыкаем все время куда-то бежать, а тут вдруг ничего, в принципе, делать не надо. Как с этим быть? И вообще, почему такое происходит? В общем, дискомфортное такое состояние. Давайте с этим посмотрим, действительно ли так на самом деле в вашей жизни ничего не происходит. И иногда бывает так, что это очень хорошо выражает аркан умеренности, когда внутри нас происходят какие-то процессы, вот, но внешне они никак не выражаются, и поэтому ощущение происходит такое затишье, да, что вот ничего не происходит. На самом деле происходит, только мы это пока не видим, как правило, это внутренние процессы. Вот, ну давайте посмотрим, да. Так, приступаем. Позиция номер один, голубенький камешек. На верх я хочу сначала посмотреть, что вообще происходит в вашей жизни, а потом посмотрим, если действительно ничего не происходит, да, то что с этим делать? И нужно ли вообще с этим что-то делать? Итак, что происходит у вас сейчас в жизни? Ну, я не могу сказать, что вот в вашей жизни ничего не происходит. Потому что на самом деле семерка жезлов как раз-таки говорит о некой борьбе. Только в данном случае борьба, она идет, скорее всего, внешне. Но это не обязательно противодействие, либо просто противостояние каким-то людям, а здесь, скорее всего, идут процессы, когда вы отстаиваете свою возможную точку зрения. Возможно, где-то от кого-то закрываетесь, обороняетесь, отдаляетесь. Но здесь нету отдаления, как, например, по отшельнику, да, когда я ухожу, либо по четверке мечей, когда я ухожу там на что-то подумать, да, либо потому что не хватает ресурсов. Нет, здесь, наоборот, такое достаточно активное, такая достаточно активная позиция, да, когда я отстаиваю свои границы, либо отстаиваю свою точку зрения. Либо, может быть так, что вы сопротивляетесь тем последствиям, выбор которых, не последствий, а выбор действий, да, вы совершили некоторое время назад. То есть приняли какое-то решение, а сейчас столкнулись с последствиями. И вот почему-то с этими последствиями вы боретесь, хотя первично вы их выбрали. Вот такое, что еще у вас происходит сейчас. Сейчас, да, верховная жрица. Здесь может быть еще такие моменты, что где-то вы отстаиваете свою точку зрения в плане, либо границы, да, чтобы в плане того, чтобы вот вас как-то оставили в покое для того, чтобы вы, может быть, углубились в какие-то знания. Один из вариантов. Второй вариант может быть наоборот, когда вы отстаиваете какие-то свои знания, какую-то свою позицию, да. Либо здесь может быть, когда вы выбираете активную позицию, а закрываться от всего непонятного, от всего тайного, от всего такого скрытого. Вот. И при этом, ну, то есть хотите, чтобы было все прозрачно, хотите, чтобы все было ясно. В принципе, мы не можем, да, здесь сказать, что у вас ничего не происходит. Но если все-таки в вашей жизни действительно ничего не происходит, то что с этим делать? Вот может быть, у кого-то такое и есть. То что с этим делать? У нас выпадает император. Хочется сказать, возьмите ответственность за свою жизнь. И проживайте именно в настоящее время. В момент сейчас. В момент сейчас. То есть укрепляете свои позиции в настоящем времени. Делайте как-то вот более весомое свое настоящее. Более стабильное. Более, как-то вот хочется сказать, знаете, вот прочно стойте на ногах. Не про будущее здесь, не про плошное, а вот то, что вы находитесь сейчас. Укрепляйте свои позиции в настоящее время. Что еще вам нужно сделать? Королева Пендаклик говорит как раз-таки о работе. Ощущение того, что здесь вам нужно сейчас как-то выстроить свой фундамент, свою какую-то опору. Это может даже касаться и финансовой стороны вопроса. То есть какой-то вот прочный фундамент вам необходим. Уверенность. Вот такой пример здесь идет, когда роет котлован для того, чтобы построить дом. И первое, что заливает этот бетон, как некий такой фундамент. В зависимости от того, насколько верно он будет залит, настолько прочная будет и в дальнейшем постройка дома. Вот вам как будто бы надо сейчас не думать о дальнейшем, как буду выстраивать этот дом. И как я его потом буду украшать. Какой дизайн у него будет. А скорее всего полностью здесь нужно сфокусироваться именно на финансовой стороне вопроса и на материальной стороне вопроса. Если мы говорим с точки зрения самопознания, то больше здесь, скорее всего, необходимо уделять внимание своему телу, своим каким-то ощущениям, своим потребностям. То есть отслеживать каждый момент вашего дня, что вы проживаете, что с вами происходит. Здесь не про философию, а здесь вот больше прислушиваться, прислушиваться, что хочет ваше тело. Если где-то что-то сжато, возможно, необходимо сделать какие-то упражнения, какие-то практики. Возможно, кому-то необходимо обратить внимание на еду. Здесь необходимы какие-то банальные моменты. Здесь могут быть. Все, что связано с телом. Как-то вот нужно, знаете, вот больше прислушиваться к своему телу. Не знаю почему. А здесь не только про то, что вот если у вас что-то где-то как-то болит. А вот иногда бывает так, что я хочу, да, хочу, например, там, потянула на, не знаю, на сладкое, либо потянула на соленое. Это если вот прям так вот масштабно. А иногда бывает то, что вы хотите что-то конкретное, да, например, хочу орешки, ну, не простые орешки, например, хочу, там, грецкие орешки, да, либо там, не знаю, кащи. То есть что-то такое конкретное. Если бы вы не уделяли внимания своему телу и то, что она хочет, вы бы это проигнорировали. Вот здесь как раз-таки говорится о том, что вам не нужно игнорировать свое тело. А оно вот... Здесь как будто бы нужно наладить контакт с вашим телом, с вашим физическим планом, да. То есть если вот вы что-то хотите, например, сон у вас беспокойный, и вы хотите сменить, там, не знаю, подушку, и давно об этом думали. Вот сейчас самое то время, что это нужно сделать. Да, например, если, не знаю, может быть, как-то потеплее одеяло взять, либо матрас сменить. Здесь вот какие-то такие простые вещи, не знаю, может быть, как-то сменить гардероб домашний, да, то, в чем вы ходите, чтобы одежда, материал был вот какой-то мягкий, да, либо теплый, приятный, чтобы либо убрать, наоборот, что-то такое, искусственное, да, и внести более, так, я не знаю, хлопка, хлопчатобумажное. Пускай это будет не совсем красиво, да, но с другой стороны, это вот прям, ну, либо льняная одежда, это будет полезно. То есть вот надо как-то взаимодействовать с телом. Здесь про это говорится. И действительно сейчас вот ваше ощущение того, что ничего не происходит, оно связано с тем, что вам не происходит в контексте будущего, но происходит в контексте сейчас, да, то есть вы сейчас не скатываетесь, не в прошлое, в какие-то воспоминания, в будущее вам покра, двери закрыты, здесь как будто бы вас подготавливают и говорят, вот проживай в момент, такое ощущение, что, вы знаете, вот если бы сказали, что, я не знаю, тебе осталось там неделя, да, пожить, вот что ты хочешь сделать? И вдруг человек неожиданно вспоминает, что у него есть какие-то незавершенные дела, вот он начинает их делать. Вот здесь примерно такое же, то есть проживайте, как будто бы это ваш последний день. Вот сейчас нужно сделать акцент на этом. Поэтому у вас есть такое ощущение, что ничего нового, в принципе, не происходит. Я сказала, ничего нового не происходит, краски аркан смерти, да, то есть здесь идут процессы, естественные процессы, отмирание прошлого, вот, и одновременно зарождение чего-то нового. Но для зарождения здесь пока нету ресурсов, попадает десятка мечей, да, то есть здесь нужно вот прям такое ощущение прожить какое-то завершение до конца. Причем вам, нужно ли вам что-то с этим делать, да, с этим завершением? Да нет, рыцарь кубков, не надо, надо больше себя слушать, то есть вам сказать, что вот надо куда-то пойти, либо какие-то дела завершить, да, завершить свой гельштаб, здесь не нужно. То есть здесь процессы, они идут самостоятельно. Здесь вот хочется сказать, просто не мешайте. Единственное, вы можете помочь, да, что вам нужно сделать, вот чтобы помочь этим процессам. Хотя, в принципе, я и сказала, уже нужно проживать в моменте здесь сейчас. Да, девятка пендагли. Как раз-таки говорит о том, что вам нужно больше обращать внимание на себя, на собственное какое-то удовлетворение, да. Как-то вот больше пожить для себя. Вот что вы вкладываете в этот смысл, да, для себя. Вот здесь вот как раз-таки проекта. Для кого-то это вот, не знаю, какая-то вот просто, может быть, прогулка по вечерам, такая успокаивающая. Для кого-то просто не хватает каких-то обнимашек. То есть здесь вот что-то такое, что не хватает в вашей душе. Каждый из вас знает, что это, да. То есть здесь нужно практиковать, именно практиковать осознанно вот эти вот ощущения своего тела, да, что оно подсказывает. То есть вот, чтобы вам было понятно, о какой практике я говорю. Бывает так, вечера прохладные, да. И ты выходишь там на балкон, ты чувствуешь, что как-то зябко. Зябко. Хочется вот одеть, например, там что-то потеплее. Там кофту, я не знаю, может быть, курточку легкую. То есть у вас есть это ощущение, да, что стало прохладно, я что-то хочу. Вы же как-то прислушивались к этому, да. Либо, например, когда вы чувствуете голод, вот, и вы говорите, я хочу поесть. То есть ощущения есть. Вот только эти ощущения, они очень яркие, и их проигнорировать невозможно. То есть когда вы голодны, либо когда вы хотите попить воды, либо когда у вас есть нужда, вот эти вот позывы, они как будто бы не игнорируются. Но есть немаловажные другие позывы, которые по каким-то причинам мы игнорируем. То есть, я не знаю, расслабиться как-то, заняться гимнастикой, причем не какими-то конкретными упражнениями, а именно слушать свое тело. Есть такая очень классная практика, называется динамическая медитация. Вот. Одна из ее составляющих, это когда ты просто стоишь, скрываешь глаза, расслабляешься полностью, и твое тело начинает самостоятельно двигаться. Отлично. Это просто за ним, как это, идешь за ним в танце. Это может быть поднятие рук, это какие-то, может быть, нагибания, непонятные такие позы. Но тело таким образом выравнивается. Очень интересная практика. Вот. Хотя, в принципе, если ее делать по фазам, то там есть разные фазы. Это вот одна из фаз, о которой я вам говорила. Поэтому, что делать, что вам необходимо сделать? Ничего, просто работайте с собой, да, именно не с головой, а с телом. Вот. И все, что из этого вытекает. Мне здесь такое ощущение, что просто кому-то не хватает, с одной стороны, массажа, а с другой стороны, не хватает какой-то, какой-то теплоты. И это тепло, это может быть как элементарное прикосновение, объятие. Либо вот телу не хватает огня, да. То есть это огня не в плане действий, а в плане вот именно того, что вот согреться. Согреться не хватает. Здесь как будто бы ветра много, да, то есть воздуха, может быть, мыслей много. И холод. То есть эмоции замерзшие, да. Вот здесь вот вам надо как будто бы себя разогреть. Как-то так. У меня вышло по первой позиции. Пишите свои комментарии. Я их люблю читать. Не забывайте ставить лайки. И мы с вами переходим к позиции номер два, к красному камешку. Давайте посмотрим сначала, что в вашей жизни происходит, для того, чтобы посмотреть, действительно ничего не происходит, либо все-таки что-то происходит. Что происходит сейчас? в вашей жизни. Король пендакли происходит в вашей жизни. Либо зарабатывание денег. Такая, знаете, материальная зона комфорта. Когда вас все, в принципе, удовлетворяет. Вот. Все так стабильно, все понятно, все известно. Может быть, кто-то работает, ставит цель на зарабатывание денег. Может быть, кто-то что-то празднует. А для кого-то, может быть, на данный момент главный вопрос непосредственно связан с мужчиной. С таким стабильным, достаточно взрослым мужчиной, зрелым мужчиной, опытным. Такое тоже может быть. Что еще может быть у вас по королю педакли, помимо зарабатывания? Такая тишина наступила, пауза. Ну, у кого-то, может быть, не рождение происходит. Такое тоже может быть. Здесь может быть для кого-то при такой острый момент выпадает карта, которая говорит про супер... про некую такую самоуверенность чрезмерную. То есть человек, который где-то вышел за пределы баланса. Ощущение того, что как будто бы вот ваши силы, высшие силы, да, дали вам возможность, я не знаю, какой-то период передохнуть, ничего не делать, возможно, для кого-то даже и полениться, расслабиться. Хочется сказать, как-то зазнались, зазнались. И это с хорошей точки зрения, в плане того, что вот вам дали как-то некую такую компенсацию, что ли, может быть, очень много работали, либо очень много как-то вот страдали и дали некую такую компенсацию в виде подарков, в виде, ну, каких-то ресурсов, да, то есть для кого-то время, может быть, на отдых, для кого-то, не знаю, сил, может быть, дали. Вот. И вот хочется сказать, что вот вас как будто бы побаловали, да, и вы вышли как-то из золотой середины. Но так было задумано, ну, например, знаете, долгое время сидите на диете, да, а потом как-то сорвались, и вот вы получаете удовольствие от того, что после того, как долгое время себя в чем-то ограничивали, вот, разрешаете теперь себе есть безмерно. вот, вот, вот про такой, такую уверенность, ну, чрезмерную уверенность я говорю. Но это вот такое ощущение, что это как будто бы так задумано было, да, что вам дали эту возможность, так побаловали вас немножечко. Вот. Вседозволенность, знаете, ощущение того, что вот, ну, как будто бы у вас появилось больше уверенности в себе. Иногда хочется сказать, бывают такие люди, да, смотришь на них, что-то о себе возомнил. И вот здесь вам как будто бы специально дали эту возможность, не про урок, здесь не то, что вот вас чему-то обучаю сейчас, нет, а вот именно как компенсация идет, да, чтобы вот вы наоборот осознанно себя как-то возомнили кем-то, либо чем-то, что вот у вас в жизни все хорошо, все ладится, прям вот такая белая полоса. Это вот прям специально было дано для того, чтобы вы воспряли духом. Так хочу сказать. В принципе, здесь хороший такой период идет. Но если все же вы ощущаете, что в вашей жизни ничего не происходит, то что с этим делать? Что с этим делать? Двойка-кубка, вот в принципе то, о чем я говорила ранее, а что делать? Ничего не надо делать, просто наслаждайтесь. Наслаждайтесь этим балансом. Такое ощущение, что вот знаете, здесь как будто бы карта показывает негатив, да, в плане того, что вот, не знаю, как я уже сказала, да, зазналость, то есть вседозволенность такая. Но она не случайная, потому что до этого был период, вы пошли в другой минус, в другую противоположность, да, когда наоборот себя в чем-то ограничивали, либо вас ограничивали. И поэтому вот это вот искажение в плюс, оно как будто бы приводит вас, то есть вы восполняете свои ресурсы, и оно приводит вас к равновесию именно как раз таки, к двойке кубков, к балансу, гармонии. И это очень хорошо, что вам нужно делать, ничего не нужно делать, получайте удовольствие, получайте удовольствие, наслаждайтесь, и по пожилу жезлов согревайтесь, согревайтесь, получайте новый, новый опыт. Вот для вас вот этот новый опыт, когда, я говорю, вот этой вот вседозволенности. Почему, почему вас здесь тревожит то, что вот в вашей жизни ничего не происходит? Потому что у вас такого опыта, наверное, не было. А если был, то после него как будто бы шла череда негативных каких-то моментов. И поэтому вы с одной стороны вроде бы наслаждаетесь, а с другой стороны немножечко насторожены, да, то есть переживаете в ожидании того, что что-то нехорошо, да, то есть это как будто в затишье перед бурей. Вот, и вам говорят, не нужно думать о том, что будет потом, пускай даже это будет и буря, вот, но попробуйте насладиться этим затишьем. Вот, и Паш Жезлов нам говорит про то, чтобы включить немножечко такую любознательность, да, то есть вот мне хорошо вот в этом состоянии, а как можно его сделать еще лучше, а как можно его вот как-то преувеличить. Здесь вот по Пажу Жезлов идет искра, которая зажглась внутри вас, и ваша задача, чтобы она не потухла. И при этом не надо эту искру как-то увеличивать, чтобы она превращалась там, я не знаю, в пламя, либо в огонь, в пожар, ну, чтобы она в объемах не увеличивалась, не надо, то есть насладитесь вот этими этими моментами. Иногда, знаете, бывает, вот вступаешь в отношения, и тебе хочется как-то, чтобы они быстрее, быстрее развивались, вот, чтобы они как-то уже более, не знаю, перешли как-то на серьезный момент. Вот здесь ощущение того, что вот вы как будто бы попали в период конфетно-букетный, когда происходит ухаживание, узнавание, вот вам хочется, знаете, такое чувство, что мне не хватает этого человека, я хочу еще больше времени с ним проводить, потому что мне хорошо. Вот здесь вот вам говорят, что вот вот это вот наслаждение, то, что вы получаете, не торопитесь, да, потому что если дальше этот процесс пойдет в развитие, да, он очень быстро закончится на этом этапе, перейдет в другой этап, и не факт, что другой этап вам понравится. То есть это вот как прям с маленькими детьми, да, когда они только рождаются, начинаешь говорить себе, да, когда пройдут эти, этот период, когда животик болит, прошел там первые, первые три месяца, когда ребенок уже будет сидеть, потому что он становится тяжело его на руках держать, неудобно, так его хоть посадишь, потом, когда он уже сидит, уже когда ты будешь ходить, да, чтобы его не таскать все время на большие расстояния, вот, а потом, когда он начинает ходить, думаешь, а когда же ты будешь разговаривать, и когда вот эта вот фаза пройдет, и ребенок уже становится достаточно самостоятельно, начинает говорить, начинает задавать кучу вопросов, И иногда ты устаешь от этого, думаешь, как хорошо, когда был вообще маленький, да, и не задавал столько ненужных вопросов. То есть вот здесь велика вероятность, что вот потом очень быстро будет все развиваться. Поэтому ничего не происходит, ну и прекрасно, и здорово. То есть ничего не происходит, это значит период, когда нужно расслабиться и отдохнуть. Вот я сказала, потом дальше что пойдет. У нас по Жезлов развивается в рыцаре Жезлов. То есть энергия начинает по нарастающей развиваться и приумножаться. То есть здесь вот просто получайте удовольствие, да, и идите по жизни. Да, здесь не надо останавливаться, здесь не про остановку, как вот в первой позиции, да, наслаждение. Момент здесь сейчас, здесь есть движение. Только не торопитесь, знаете, идите как будто бы по жизни таким образом, как будто бы вы гуляете по лесу, и вы впервые попали в этот лес, и вам все интересно. Вот вы все хотите рассмотреть, вы все хотите потрогать. Вот, и от всего вы получаете колоссальное удовольствие и наслаждение, да. И бабочки летают, и птички поют, и шорохи, и там, я не знаю, и медведи, и волки, и все такое. И следы, и травы, и это все так интересно, и это все поет, это все живет, и вы наслаждаетесь. Вот здесь вот про это, да, то есть с одной стороны должны включить любознательность и интерес, то есть открытость ко всему новому, что к вам приходит. А с другой стороны не надо стремиться к этому новому, а просто нужно быть восприимчивым, нужно быть открытым. Вот это вот с одной стороны восприимчивость, да, когда что-то новое приходит, а с другой стороны то, что новое к вам само пришло, не вы к нему идете, а оно к вам пришло. Вот это вы получаете удовольствие. Здесь вот про такой момент, об этом идет речь. Вот такой у меня был ответ для вас, двоечка, очень достаточно позитивный и хороший, я рада за вас. Позиция номер три, зелененький камешек, смотрим троечки, что у вас сейчас вообще происходит на данный момент. У вас все прекрасно, аллилуйя. Сегодня такой позитивный расклад, и я очень рада. Тройка, тройка, как говорю, императрица, третий аркан императрица, что у вас происходит? Все хорошо. Все хорошо, хочется сказать, вы беременны идеями, да, но может быть кто-то действительно беременный. Вот, а так, в принципе, вы беременны какими-то новыми идеями, да, здесь есть вот это вот воодушевление, какая-то вот подготовка, приятная суета. Вы занимаетесь как-то своими делами, но эти дела, они вам нравятся. То есть, например, это как подготовка ко дню рождения, да, либо когда ты ждешь какое-то мероприятие, и ты ждешь большое количество людей. И вот эта вот суета, она приятная в подготовке, да, надо все проверить, чтобы все гости вовремя пришли, где они будут сидеть, если это банкет, ну, то есть еда присутствует, да, буфет, и что будет есть. Ну, вот такая, знаете, вроде бы с одной стороны контрольники, да, со всем этим хозяйством, со всем этим мероприятием, а с другой стороны вот эта вот суета приятная. Вот у вас примерно что-то такое происходит в вашей жизни, да, что-то такое приятное. Может быть, какие-то новые знакомства, может быть, вы здесь словили какую-то волну, когда ваши желания реализовываются, да, то есть, я не знаю, как-то через других людей. Здесь какой-то такой очень творческий процесс, приятный, но он при этом земной. То есть это не в плане того, что вот я словил какую-то волну, и сейчас сяду написать стихи, там, либо я буду что-то рисовать. Нет, здесь не про это. Здесь вот как-то, знаете, какая-то вот позитивная волна, как праздник, собрались все люди, и каждый там, я не знаю, иногда бывают взрослые дяди и тети играют в какие-то детские настольные игры, и при этом получают огромное удовольствие, да, то есть становятся на некоторое время детьми. Вот здесь какой-то праздник, здесь ощущение, вот эта вот энергия праздника, может быть, для кого-то предвкушение этого праздника. Причем праздник не обязательно касательно, там, не знаю, какой-то день рождения, это праздник жизни, может быть, да, то есть праздник в профессиональной сфере, в плане того, что что-то хорошее, работа кипит, да, вода течет. И у кого-то текут трубы, протекают трубы, да. Вот хочется сказать такое, трубы прорвало, утекают. Хорошо. Что еще, что еще сейчас в вашей жизни происходит? Двойка педакли, ну такой гармоничный момент, но здесь не про затишье, здесь вот про наоборот про активность. Не случайно я этот вопрос задала, потому что кажется, что в моей жизни ничего не происходит, а здесь происходит. Только происходят какие-то... Не в плане каких-то новых начинаний, либо что-то такое, новые знакомства. Нет, здесь нет такого. А здесь есть... Какой бы вам такой пример еще привести, чтобы было полное ощущение удовлетворения. Здесь идет удовлетворение от жизни, но активное. Не пассивное, а активное. То есть что-то вы делаете в своих буднях, не знаю. Хочется сказать, наверное, это не очень хороший пример. Вот, но в голову пошел, все равно скажу. Знаете, когда после хорошего секса у женщины, которая удовлетворена, вот действительно по-настоящему удовлетворена, она получает огромное удовольствие. У нее появляется улыбка на лице. Она начинает за собой ухаживать, да. Она начинает как-то больше смотреться в зеркало. И ей нравится то, что она видит в этом зеркале. И от этого она получает удовольствие. И она это удовольствие, оно отображается, скорее всего, на ее лице. И она начинает светиться. Здесь не про любовь, здесь не про эмоции. А здесь вот это вот естественные физиологические потребности, которые наполняет энергетически человека. И вот это вот внутреннее «мне хорошо», оно помимо того, что женщина начинает светиться, она, знаете, как-то более уверенно себя, что ли, чувствует. И вот она идет, значит, такая, хочется сказать, распуфыридная, одетая. Но главное, что у нее хорошее настроение. И у нее появляется желание что-то сделать, да. Вот. Почему-то у меня сразу две картинки. Одна картинка, когда женщина идет такая ухоженная на каблуках, и вот прям улыбается она богиня для себя. А другая сразу, когда я в хорошем настроении собрала в хвостик волосы и затеяла, значит, генеральную уборку. И то, и другое является следствием хорошего настроения, да. То есть от наполненности, да, от изобилия, о котором мы говорим. Так вот, в Дойко Педакли здесь, как раз таки, говорит о том, что вот вы как будто бы словили это настроение. Если вы не женщина, то в любом случае здесь, ну, если вы мужчина, в вашей жизни играет главную роль какая-то женщина. Знаете, может быть так, наконец-таки она перестала вносить мне мозг, да. Наконец-таки мы в чем-то договорились. Либо как-то вот произошло какое-то согласование. То есть, не знаю, примирение, непримирение с этой женщиной. Что-то такое пошло, что вот вы вошли в резонанс. Ну, то есть, наконец-таки вы вошли на одной волне, двигаетесь со своим каким-то целем, да. То есть здесь вот как-то сбалансировано. Эта женщина, если вы мужчина, это может быть ваша мама, либо очень важная и значимая женщина в вашей жизни. Ну, как вариант, может быть, и ваша жена, не знаю. Вот, но важная, однозначно важная женщина в вашей жизни. Если все-таки вы считаете, что в вашей жизни ничего не происходит, да, такой вариант, потому что не исключаем наш запрос, какой в моей жизни ничего не происходит, что с этим делать, что вам делать. Вот если вы считаете, что в вашей жизни ничего не происходит. что вам нужно сделать мне кажется такое ощущение что вы уже доделались потому что выпадает десятка жезлов что-то я уже заработал ну правда это фольклор и позвучало немножечко по-другому но иногда фольклор очень хорошо высказывает наше состояние так вот здесь я уже заработалась что вам с этим нужно сделать хочется сказать разгрузиться разгрузиться расслабиться выпрямиться выпрямить я имею виду спину выпрямить свою осанку и гордо двигаться по жизни но такое ощущение что сейчас даже это ничего не не поможет здесь даже как будто бы отдых не поможет что нужно сделать от этот шут шут как раз таки что нужно сделать обнулиться обнулиться выс освободиться а чего вам нужно освободиться высвободиться освободиться так шестерка жезлов здесь знаете здесь вам нужно получить удовольствие вот как будто бы какое-то признание признание своих заслуг что ли здесь ощущение какой-то вот моральной удовлетворенности вам не хватает не случайно же я говорила да про секс что получаю удовольствие от того что вот не знаю я я я как-то не знаю я нужна что ли она меня еще обращает внимание то есть вот какое-то здесь моральное удовлетворение вам необходимо что вам еще нужно пятерка же здесь такое чувство что как будто бы огонька не хватает причем смотрите была шестерка жезлов стала пятерка то есть идет как будто на убывание десятка шестерка пятерка здесь вы действительно идете к обнулению к обнулению здесь возможно нужно как-то требования с снизить требования к себе вот так я бы сказала да к тому что вы хотите выпадает аркан аркан солнце солнце у нас тоже говорит про начало чего-то нового только это не обнуление а какие-то новые начинания вашей жизни что же вам тут не хватает так интересно вот в этой колоде здесь колоде терра волата солнце изображено в виде трех дочерей этого как у зевса на то есть не не как обычно принято один ребенок либо два ребенка а три красивые грации то есть дочери зевса да она краски говорит про урожайность 2 говорит про красоту а третье говорит вот именно про празднование вот здесь как раз таки не такое ощущение что особенно если у женщина вот вам как будто бы не хватает вот это вот энергии грациозности что ли какой-то вот праздника 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 красоты не случайно у нас выпадала императрица то есть вот ощутить себя какой-то я не знаю притягательной что ли я интересно здесь энергии идут не то чтобы вы себя как-то забросили здесь вообще не про женственность а здесь как-то не знаю вот у меня идет вот это ощущение того что хочется как-то вот прихорашиваться что ли не знаю смотреть на себя в зеркало как-то любоваться именно любование самолюбование вам не хватает праздника праздника как-то не знаю устройте себе праздника пригласите возможно там не знаю подруг с которыми долгое время не общались но не для того чтобы просто поговорить на какие-то серьезные темы либо на бытовые трудности до бытовой какой-то суете а скорее всего от к каком-то празднике да то есть вот все что связано с красотой пускай это будет разговоре какой-то косметологии да либо об одежде о новых брендах такие знаете иногда очень умные женщины и я в том числе да мы игнорируем эти моменты то есть для чего нам бренды давайте нам книжки либо тренинги но это тоже является неотъемлемой части нашей жизни в плане именно какие-то знаете у этого тоже есть свои энергии очень легкие энергии вот здесь вот этих энергии не хватает потому что не забывайте что первая карта выпала десятка жезлов да когда человек уже замотался не потому что он некрасив либо не потому что он не может там использовать косметику либо одежду либо как-то вот одеваться стильно вот не проект нет просто здесь вот именно моральная какая-то усталость и если вы можете к своим каким-то способом восстановить свое моральное удовлетворение да то есть как-то получить признание вот вам важно получить признание не зря мне почему-то эта позиция для женщина выходит мужчина если вы если вы слушаете наверное это вот не совсем про вас нельзя оговориться что у женщины должны быть ухажеры дату по крайней мере всегда это были то есть это та категория мужчин которые всегда восхищаются женщиной и вот эти вот комплименты да они они все равно приятны вот они как-то тоже не знаю почему я вам это говорю здесь очень такая странная позиция потому что это почему я говорю странно потому что не свойственно вообще тройкам то есть говорить о красоте не потому что вы некрасивый а потому что вот как будто бы у троек всегда свои какие-то другие особые задачи по жизни там не знаю практики либо еще что-то а а здесь вдруг неожиданно разворот идет на 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 грацию да может быть кому-то важно обратить внимание на свою осанку да то есть это тоже каким-то образом связано со здоровьем вот может кто-то давно не носил каблуки и вот просто даже дома одеться одеть каблуки чтобы словить эту эту волну вот вам как-то нужно ставить волну энергию что за волну вам нужно здесь словить шестерку жезлов того что я иду в новое я в это верю и просто не просто даже знаете я я в это верю а я этого хочу а вот здесь вот не случайно у нас выпадала шестерка жезла да то есть дальнейшее движение то есть я иду по жизни как победитель вот это вот я иду в новое не потому что я избегаю старая а я иду в новое потому что я иду из изобилия вот вам вот это вот энергии сейчас не хватает десятка педакли вот аркан солнца десятки педакли да как раз вот это вот лоска шика вот эта грация здесь здесь не только речь идет про богатство да я имею ввиду про финансы про деньги а это вот внутреннее какое-то богатство каждого человека когда он наполнен недавно слушала лекцию на греческом языке где человек который говорил рассказывал про лекцию безусловно тема была очень интересная философия и древней греции вот и там говорила рассказывалось про добродетели и все эти всевозможные философские направления очень много мудрых вещей было сказано речей изложено но то что вот меня зацепило это то как разговаривал этот мужчина знаете такая приятная мягкая приятный мягкий тембр и я словила себя на мысли в этот момент что неважно как выглядит человек внешне иногда есть харизма очень большая в голосе человека в его тембре то есть когда он разговаривает мягко когда разговаривает тихо знаете вот такая вот обволакивающая вот это вот аура вот здесь вот примерно про то же самое да то есть как будто бы вот это вот моральное удовлетворение что не знаю я расслаблена как женщина да то есть я не лошадь я не вкалываю я не папа карла да а я женщина и ведь женственность она не выражается в одежде она выражается она идет изнутри да она краски идет в каких-то вот плавных манерах в движениях в мимике в голосе да в умении брать пауза ведь это намного сексуальнее чем если бы она была одета вульгарно да либо как-то вызывающее то есть здесь вот не знаю почему самого начала да я стала говорить про секс вот здесь вот это вот сексуальность она как будто бы исчезла у вас и здесь какой-то этап вы входите я по-моему и в прошлом раскладе до троечкам говорила наступает какой-то этап где вас будет раскрываться эмоциональная сторона вопроса и вот вот это вот может быть женственность мягкость сегодня я дьявол да на дне колоды про сексуальность говорим про харизму магнетизм и дьявол нас выпал вот сегодня как раз ки речь идет о том что вот когда оба счастье что ничего не происходит вам нужно сделать акцент как раз ки вот именно на эту составляющую как я могу быть сексуальной что это такое по исследовать то есть это не то что вам кто-то должен сказать это вы должны сами в себе раскрыть эту черту поисследовать то есть а что значит для вас просто подумать а что значит для вас сексуальность то есть как она может выражаться в женщине я уже сказала варианты да то есть это вот гибкость движение кистей расслабленные руки мимика улыбка безусловно который украшает женщина голос паузы да чуть тише говорить медленнее говорить голос голос такой может быть звонки но при этом не пищащий то есть вот здесь здесь про это то есть про богатство но иногда мы бываем настолько наполнены знаниями что мы не имеем навык и способность их передавать то есть мы можем знать очень много но вот это вот ораторское мастерство риторика умение высказывать свое мнение говорить красиво вот это вот тоже достаточно сексуальное поэтому подумайте здесь вот здесь ощущение того чтобы вышли на какой-то этап да где вы моя невербальная система подсказывает что я хочу что-то нащупать чупы что-то хочу нащупать энергию вашу что вы вот как раз таки будете познавать открывать себе какие-то вот эту не какие-то одну какую-то конкретную грань вот связано с этой сексуальности вы следуете у меня такое ощущение что что-то интересное вы о себе узнаете что-то раскроете и это вот как раз таки то новое по шестерке мечей о котором здесь идет речь но это не в сфере верховной жрицы до какой-то вот мистики либо на тонком плане а это по императрицы да то есть это как раз таки умение соединять двух энергии 2 2 идеальных противоположности до активности и пассивности и императрица у нас всегда говорит про земной план то есть здесь у императрицы что есть два качества это вот как раз таки желание и сексуальность по венере афродиты поэтому для того чтобы реализовывать до желание для того чтобы получать удовольствие для того чтобы себе разрешать позволять вам необходимо как разки проработать и сексуальность но не сексуальность не в плане не знаю соите да хотя императрица как разки говорит я получаю удовольствие от секса вот чисто в телесном таком понятие именно на земле но и с точки зрения того что вот я сказала вот духовная вот это вот сексуальность да тоже присутствует может быть есть на это надо позаниматься тантрическим сексом не знаю поисследуйте здесь такой спектр достаточно широкий любом случае императрица навсегда говорит про наслаждение удовольствие жизнью именно материальный вот в том числе и финансами это тоже в ту категорию не не плане зарабатывания а флане наслаждения когда я трачу я от этого получаю удовольствие вот такое меня было сегодня расклад на мой взгляд немножечко необычный но и запрос необычный вот то есть когда ничего не происходит почему я должен вообще с этим что-то делать моим понимание чего не происходит получаю удовольствие от того что ничего не происходит вот прощаюсь с вами пишите свои комментарии я благодарю вас за ваши лайки за ваши донаты не забывайте приходить по воскресеньям на близконсультации почему воскресенье по выходным суббота тоже до суббота воскресенье прощаюсь с вами всем пока пока